Какая неизаурядная ситуация произошла. Под окнами снимают фильм. Вот. Тут съемочная группа. Что это за корабль? Какой-то кроссовок. Очередное судно мимо проплывает. И здесь необычный двигатель, посмотрите. Как в старинном корабле. Рыбалка с видом на Крем. Парк Зарядье. Очень необычное место. И посмотрите, тут мост какой-то. Он что ли недостроен, я не могу понять. Мост треугольником, на нем стоят люди. А я московский большой бонсай. Здесь подогнали вот такую баржу, огромную, строительную. И с ее помощью ремонтируют мост. Получается, они с воды ремонтируют мост. На баржу заехал КамАЗ Крам. Интересно, про это уже снимают передачу, как это сделано? Такие классные тачки, дорогие. А я не фотографирую, я видео сниму. А плов, плов сейчас. Вот почти Москва, люберцы. И вот тут обнаружили такой дом старинный. И в нем до сих пор живут люди. И за ним еще несколько, всего три таких. Удивительные дела. Тут же аэрографией сразу занимаются в стиле аниме. И вот эти дома. Не могу обойти без внимания. Вот этот, посмотри, гараж чисто для капота. В этом гараже еще по классике рукомойник вон слева есть. Какой странный знак, что он означает? Я думаю, что ведется видеонаблюдение и именно за тобой, и среди всей толпы. Маркет, 34 часа. Добро пожаловать. Так, не свести в машине, бензина не будет. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Обычный будничный рейд. Бакинский. Вкусный. Ночной клуб молодежный. Диджей Юрий. Не беспокойся, ведь все будет ровно. Это лево-бомба. Добавляй. И обратная сторона праздника, то, что я промок. Вот до сюда, как минимум, все мокрое. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Как ты себе поесть? Взял лаквистер, слеп. А попить? Я люблю водичку без газиков. Просто воду? Обычно, да. А почему ты так выглядишь? Потому что это моя последняя одежда. Ты так всегда ходишь? Если у кого-то проблемы с имиджем или с вкусом, то это у тебя не стыдно в ваших проблемах. Тебе не стыдно так ходить? Мне не стыдно. Главное, чтобы комфорта не было. А то, что думаю, на сцене имеется. Смотрите, люди держали вон в том загоне, а теперь выпустили на свободу. Ой, не растопчите меня, пожалуйста. Что ты скажешь? Я помню. Я думал, что я могу. Я говорил. Я говорил. Мы сделаем какие-то видео. Возвращусь сегодня в святая святых российской науки в МФТИ. Это профессор Саватеев. математики шутят какой красивый фонтан новый построили музыкальный вот все снимают какая-то странная птица как здоровая калибри непонятно летает о американские полицейские приехали в россию калымить и американские таксисты 70-х тоже приехали а тут даже на роберт де ниро сидит за рулем а нет прикольная локация называется велотрек тут такое сочетание деревни природы его там на горизонте еще москва-сити в качестве бонуса дети бегут в гору фигасе кто-то поприкалывался не очень удачно стал суровый ребят еще и написали как это написали на тюками написали у всех в ленте я видел это место но вот и сам до него добрался это депо такое место где много разных прикольных заведух рай для чревоугодников и мы с эдом сейчас сами тоже придадимся этому грифу обычно тут забито а вот сегодня нам повезло и места свободные есть вот троллейбус мартини и чего здесь только нет там в рыбном отделе прикольный столик здесь ходит как в робби смертников американских и так пришел наш заказ о эллибусе и дед взял себе фиш энд чипс а я хрустящие кальмары с картошкой выглядит вот так не буду разворачивать туда рукой залазить кальмаров и было вкусно а твоя рыба нормальная была супер пойдемте посмотрим что еще здесь есть так это какое-то мясное дело нахлебник назван это оказывается еще хреново куча заведуха а сейчас мы в азиатском разделе сейчас мы в азиатском разделе да 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 это кавказ даже горох продается со второй половиной уже сложнее там кость так что получается так мои кальмары с картошкой салатом стоили 490 рублей Эд ел фиш энд чипс за 690 а манго стоило 300 рублей я не знаю что заставляет людей ходить в кино наверное когда им совсем просто уже делать нечего тогда они вот как я и еще одна персона которая рядом со мной не хочет раскрывать личность идут в кино вот мы идем на очень грустный фильм называется отель мумбаи но зато он на реальных событиях и здесь правда вся жизнь сейчас посмотрим что-то желающих погрустить оказалось не очень много но зато зал вот очень удобный сиденье кожаное и откидывающиеся отчет это закуски и напитки по системе зачет не зачет ставлю зачет этому фильму нагнал в жути аж подташнивает хочется выбривать эту реальность и не скажешь что это кино все не по-настоящему потому что на реальных событиях друзья у меня целая куча проблем но одна из них беспокоит меня наиболее сильно это один заказчик не возвращает мне бабки и сегодня в прямом эфире мы обсудим эту проблему с тета поведенческим коучером с профессиональным психологом ясновидящей и моим старым другом те кто смотрел мои истории в прошлом году ее помнят с гребневой яной прямой эфир будет примерно с 6 до 7 мы начнем подключайтесь я буду изливать ей душу а она анализировать мою ситуацию смотрите сегодня в прямом эфире я выворачивал душу перед ясновидящей Яной прямой эфир еще будет доступен 24 часа в шапке профиля смотрите один из заказчиков не возвращает мне деньги и вчера я вместе с ясновидящей Яной смотрели на эту ситуацию с психологически мистической точки зрения сегодня я встречусь с настоящим профессиональным актером который в образе коллектора взыскателя долгов будет звонить точнее мы будем вместе звонить в прямом эфире смотрите прямой эфир и будет где-то через час а я вот уже к нему выезжаю у всех я думаю есть такой человек с кем созваниваешься списываешься давай встретимся давай но никак не получается вот нас с Андреем мы долго не могли встретиться но тут вот беда объединяет в моей постоянной рубрике сейчас расскажем немножечко об Андрея и запустим прямой эфир так мы выяснили что тебя зовут Андрей сколько тебе лет? 23 года мне чем ты занимаешься? я ну вот в данном этаже работал сейчас я занимаюсь доставкой гистологического материала в лаборатории в медицинской лаборатории ну да, это органы, всякие почки а почему я назвал тебя актером? а потому что я помимо этого играю в театральной студии университетской вот а тринадцатого будет спектакль у вас? да, приходите на спектакль пометаем бездом кукушки я играю в главной роли кота-пидорасы приходите на спектакль Андрей всех приглашает а откуда ты меня знаешь? это слишком глубоко это город Железногорск все ребята кто оттуда много кого знают ну да, в общем не состоялся у нас прямой эфир в котором участвовал бы Александр но мы поговорили с его секретаршей да, конечно жаль что не получилось пообщаться с Александром знаешь, не получилось додавить этого кота, бля потому что он очень, да, притки бьется он за женщину прикрылся это очень некрасиво, бля но я гарантирую то что деньги, вся сумма она будет возвращена потому что за мной не заржавеет, как говорится, да, бля этот обманщик отдаст долг да, самое главное чтобы он просто отреагировал на звонок потому что, ну, тут вряд ли он будет уже прятаться тут уже приезжали кота, бля тут уже реально таинственным уже не станет мне уже, я сидеть страшно рядом захожу в пространство называется ОТОКОМАЕ я правильно сказал? правильно интересненько что это тут у нас? итак, я сейчас на летней площадке пространство ОТОКОМАЕ вот здесь такой Знецкий мост почему он называется ОТОКОМАЕ называется ОТОКОМАЕ, а как это переводится? потому что называется не ОТОКОМАЕ а ОТОКОМАЕ как переводится? переводится красавчик это ЦУМ а это, кто это, как тебя зовут? меня зовут Сергей где мы находимся? мы находимся на Кузнецком мосту ОТОКОМАЕ, я разворачиваю пачку там нельзя курить, поэтому мы отошли подальше а это ты придумал название ОТОКОМАЕ? да, да а почему так? потому что хорошее название как назовешь, только поплывет я хотел подвести к тому, что Серега жил сколько лет в Японии? я жил 8 лет в Японии а как ты связан с этим пространством? по идее это должна была быть галерея не галерея, а должна была быть мастерская в итоге это стала галерея и кафешка такая и кафешка, в которой могут сидеть люди в галерею могут позволить все люди, которые могут позволить галерею я в итоге не смог ее себе позволить пришлось как-то отбиваться это была рубрика обзор на человека и Серега он присматривает за галереей ОТОКОМАЕ снимает фильм свой первый он еще и режиссер и мы находим сейчас на крыше вот этот СУМ в самом центре Москвы Кузнецкий мост вот как-то так мотор пошел ну че пойдем? пойдем я искусство вижу выворачивание души выверни душу покажи то что немножко сейчас с Серегой пробежимся по пространству ОТОКОМЕ что здесь вообще есть у вас? что здесь? здесь Саша татуинг можно сделать татуировку татуйки бьют здесь непосредственно раньше находилась ой нифига себе кому-то меняют судьбу рисунком на коже едем дальше то что осталось все это калаш можно назвать даже калаш из мелких фотографий а кто эти фотки делал? я все вот эти мелкие фотографии сделал ты? я и я знаю уже что вот эти фотки тоже твои да висят здесь по краям прикольно дали третий этаж и здесь у нас отель тату салон отель с реальными номерами и тут есть постояльцы вот кто тоже кто-то въезжает этажом выше тоже прикольно прикольно а кто посадил пупсов за решетку? а ты? за что? они это чтобы их не унесли это как государство о нас заботится ты позаботился о тех младельцев и вот еще один этаж отелей еще один этаж отелей номеров еще у вас тут работает кухня и сейчас мы отведаем пасты с грибами и это один из этажей отаками отаками Серег, что происходит? у тебя есть фотографии и ты какие-то части от них отрываешь и что делаешь? мы их срываем и их склеиваем сейчас ты какие-то определенные части вырываешь и что это будет? рукав это будет манекен на море Серега на пленочный фотоаппарат нафоткал фотографии а сейчас составляет из них калаш вырывает понравившиеся ему части и потом сделает вот такую ширму это то, что он уже сделал ну так я это с Вчера в прямом эфире Инстаграма мой друг, профессиональный актер в образе Ингуша Муссы Требовал от моего должника-заказчика долг, но с самим заказчиком поговорить не удалось Мы созвонились и поговорили с его секретаршей И в общем это привело к тому, что он мне сегодня перевел десятку Так что схема работает, если что, обращайтесь к Андрюхе А так вообще сегодня я шпионю вот за этими мужчинами В данный момент здесь происходит проверка качества строительства со стороны государства Чистая алхимия Обстановка как на космическом корабле Один ученый изобрел лекарства Лекарство называется полиоксидоний Запатентовал его и вот теперь его на этом заводе производят А я уже отстрелялся, жду заказчика, сейчас поедем обратно Сейчас мы с вами попадаем на полностью вегетарианский фудкорт Находится на таганской вата Я еще ни разу здесь не был Сейчас посмотрим, что это есть Сейчас посмотрим, что это есть Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Для одного человека, которого я ни разу не видел в жизни И который живет в городе Армавире Краснодарского края Максимум, что мы с ним общались по телефону Я для него и для его бизнеса периодически делаю задания разные И сегодня мне предстоит необычная миссия, квест Я иду забирать майнинговое оборудование Для того, чтобы отправить потом этому челу в Армавир Я вообще в этой теме не шарю Биткоины, лайткоины Ну короче, есть какая-то штучка, приборчик Который втыкается в розетку К нему подключается интернет И она генерирует из пространства просто деньги Реальные Короче, надеюсь, там удастся поснимать По крайней мере, саму эту штуку засниму Все-все-все, уже выхожу Я уже в центре на Киевской И здесь русско-китайская Какая-то съемочная бригада снимает фильм Вот я понял, потому что здесь много китайцев Вот камера А это массовка сейчас пойдет И дальше удобнее всего мне будет передвигаться на прокатном велике На целый этот сезон Я купил себе за 1800 абонемент И теперь в любое время могу брать И в пределах часа Мчаться с ветерком Потом перечекиниваться И снова бесплатно в пределах часа Короче, так можно делать круглосуточно Еще в руле здесь есть вот такой тросик Вот он И когда я куда-нибудь приехал, я могу Его Замариновать Итак, я уже в компании, которая занимается майнинг-оборудованием И если раньше люди сами собирали там самоделкины из видеокарт устройства Вот теперь вот есть готовые штуки Такие девайсы, которые подключаются к розетке, к интернету И волшебные биткоины тебе падают на биткоин-кошелек Продажи этой фигни в этой фирме идут довольно бойко Прямо при мне Там несколько клиентов покупали не по одной, как я, штуки А целыми кучами Стоит конкретно вот эта хреновина 23 900 Потребляет полтора киловатта энергии А через сколько окупится, они не говорят Говорят, зависит от курса биткоина Что мне выбрать? Каршеринг велосипедов или каршеринг автомобилей? Отправить в Армавир стоило 840 рублей Весила эта штука 7 килограмм И сотрудник СДЭКа сразу спалил, говорит А что это у вас? Оборудование для майнинга? Дальше я пришел в удивительный сквер Который удивителен в первую очередь тем, что здесь нет народа Ни души А как тормозить? Дальше я пришел в первую очередь Дальше я пришел в первую очередь Друзья, пришло время заглянуть в душу очередному порождению вселенной Рубрика «Обзор на человека» и сегодня в ней как тебя зовут? Меня зовут Алексей и мой тюдоним Дрейф Чем ты занимаешься? Я персональный танцор, актер, модель Еще я немножко диджей Сколько тебе лет? 19 Откуда ты родом? Из Иркутской области, город Усть-Кур А сейчас где живешь? В Москве Кошки или собаки? Собаки День или ночь? Ночь А сейчас что ты делаешь здесь? Сейчас мы делаем наикрутейшую съемку для наших друзей, для творчества, чтобы все увидели и подумали, вау, у нас в стране такое А откуда ты меня знаешь? Я знаю тебя от Димы Окей Ты куришь сигареты? Нет А во сколько обычно просыпаешься с утра? Вообще обычно в 8 утра А ты завтракаешь? Конечно Ну, вот такой Алексей был сегодня у нас на обзоре Шонки еще раз Шонки еще раз День и ночь Кошки и собаки Огонь и вода Каршеринг и пробки Отвратительное сочетание Потому что, когда ты стоишь в пробке на своей тачке, ты делаешь это бесплатно А на каршеринге Каждую минуту падают Капают Бабки Как слезы на копье А сейчас у меня произошел инсайд То, что пробка это реально как медитация Ты вот сидишь постоянно Газ, тормоз Газ, тормоз И постепенно таким образом входишь в состояние транса Я считаю, что это хороший шанс посидеть в спокойной обстановке Подумать над своей жизнью Может быть Увидеть какие-то новые горизонты Пересмотреть свои старые взгляды Или, например, можно хорошенечко поорать Как же заправляется каршеринг А вот в бардачке лежит такая топливная карта Заезжаешь на заправку и заправляешься А тебе за это еще 15 минут бесплатно Начисляет каршеринг А теперь забудьте, что я вам говорил про правильное питание, потому что нужно получать от жизни удовольствие, жизнь у нас одна, вот ешьте жирное, сладкое, соленое, полезно все, что в рот полезло. Знаете, часто на задних стеклах в автомобилях можно встретить какую-нибудь рекламу, а вот здесь просто Юрий. Просто Юрий. И все. Это странно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь в каршеринге есть даже мини-кубер или мини-кубери. Сейчас посмотрю, что за тачка. Все то же самое, как в других машинах. Газ, тормоз. Вот, посмотрите, необычно заводится вот так. Есть. И от предыдущих арендосъемщиков вот остался такой открытый. Опа. Не знаю, что по характеристикам именно в этой модели, но так довольно резвая. А еще я забыл права, и поэтому рискую штрафом в 250 рублей, но меня редко останавливают, и думаю, что все нормально будет. Ну вот так вот ехать на быстрой тачке, это не дело, конечно. Оху. Быстрая езда, цыгане. Самый главный кайф в том, что моя поездка была бесплатная. Я давал промокоды, друзьям они их вводили, и вот, пожалуйста. Еще по иронии судьбы, я когда-то жил на этой улице, это беговая аллея. Субтитры сделал DimaTorzok Какие большие деревья. Готов поспорить им ни год и ни два. Хватит воровать, бэй. Че-то низко летит. Наверное, война скоро. What the fuck? Очень красиво. Сейчас еще и Димку Потапова напечатают. Ладно, Ламборджини, но две. Господи. Ай, пожалуйста, не давите меня. Я хочу жить. Во, тетка дает. Ради чистоты на такой экстрим. Идиотик. С зеркалами не срослось, зато срослось с фронтальными камерами. Ну вот, готово. Долгие годы мое лицо и мою щетину радует. Вот такая надежная и простая, как автомат Калашников, машинка. Она водонепроницаемая. Многое, что в жизни меняется, но машинка у меня всегда одна и та же. После каждого сеанса ухода за лицом я ее разбираю, чищу и смазываю. В этом шприце специальное мотоциклетное моторное масло. Этот принт я создал в 2016 году и этой футболке уже три года. Но каким-то удивительным образом она супер качественная. И тут вообще практически нет следов старения. А между тем сам принт я наношу уже в третий раз. Потому что первые два просто стерлись. Вот теперь он будет таким желтеньким. Я подумал, что хорошая идея будет, чтобы футболка высохла на мне. О, белый небесный дрон, ты летаешь в небе среди ангелов. Как же хорошо летать, как птица. Я хочу тоже летать в небе. Ну, а теперь лети же. И отсними эту стройку как следует. Дальше я поеду вот на таком тарантасе. Я его уже снимал во влог. Но, как говорится, повторением отечения. Господи, ну что за крошка? Малютка! Необычные ощущения. Не похоже на классический автомобиль. Вся болтухается. Тормозишь вот так вот. Ну, есть в этом свой прикол. Типа как аттракцион, знаете, автотром. Что-то типа того. Несколько человек ввели промокод мой. И они, и я ездим теперь. Бесплатно. Вводите и вы. И для нас наступит мини-коммунизм. Треккол какой-то. Опытный образец, походу. Сделано в России, написано. Офигеть, поколено в клевере. Москва, что у нас? Это Вавилон. Это Третий Рим. Москва никогда не спит. 20 миллионов человек постоянно там куда-то бегут, о чем-то думают, чего-то хотят. И все знают, что вода впитывает энергетику. Это Москва-река на выходе из Москвы. Мы сейчас в Жуковском районе. И прикиньте, она вот так вот провеляла через всю эту движуху и все в себя впитала. Я прямо аж чувствую, фонит. Я бы искупался, но плавки не взял. С полотенцем. Это мэрия города Жуковский. Идем мы туда лишь с одной целью, чтобы отведать кухни в местной мэрской столовой. Кучок волос. Сразу видно чиновники в Жуковском, не зазнавшиеся. Я взял себе треску и пюре. И компотик. Взлет сам себе разрешаю. Я работаю на заводе. А точнее сказать, на стройке завода. И такой инсайт сейчас произошел, что в какой-то мере все мы в этой жизни строители. А по соседству здесь, посмотрите, штрафстоянка. И такие милые вот эти штрафстоянщики, они по цветам собирают машины. Вот здесь темненькие собрали машинки, а здесь беленькие. И еще прикол, какой мне удалось выяснить, то, что эти машины, те, за которыми никогда не вернулись хозяева. То есть они уже на других штрафстоянках ждали-ждали, но их так и не забрали. Вот столько количества машин, на которых похеру их хозяевам. Они полностью брошены. Это у нас будет российско-японский завод. Такое сочетание, российско-японский, чисто одни инопланетяне с другими объединились. И здесь будут делать кузова автомобилей. Капоты, двери, крылья. Оля, выходи! Оля, вынеси попить! Оля! Ты водишь! А сейчас я научу Колю, как выбирать самый хороший велик. Нужно выбирать вот, чтобы эта штучка была черная. Потому что на старых, видите, когда ее много раз перенастраивали, она поюзалась. Вот ты правильно ее выбрал. Я думаю, видишь, она абсолютно нулевая. Да, поэтому она нулевая. Масло, посмотрите. Пришли в магнит-косметик мерить очки. Посмотрите, какой выбор. Да, нормально. Одни женские. А, ну вот, кстати, нормальные. Выбор есть, но явно сексизм прослеживается, потому что только среди женских. Если захочу быть травести, я знаю, куда идти. Но линзы такие, как будто молоком, знаете, заполнены. Удачно мы зашли в магнит-косметик, потому что сегодня здесь скидочный день. И на все товары скидки. Поэтому я взял себе еще массажную расческу, чтобы массажировать свою голову. А ты что взял? Мы решили развивать такую тему. Оставлять подарки другим пользователям велобайка. Типа как бок-кроссинг, а это подарки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!